Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами Алексей Каширский. На этом уроке мы с вами разберем проблему, вопрос, который был прислан мне на электронный адрес. Суть вопроса в следующем. На плане нарисован у нас план квартиры. И вот если обратить внимание, у нас стены видны линии сопряжения стен. Скажем так, стены не стыкуются. Как это исправить? Ну, самый простой способ это зайти в вид, параметры вывода на экран, скрывать сопряжение стен и балок. Вот смотрите, сейчас у меня вот здесь вот эта линия сопряжения видна. Я захожу в вид, параметры вывода на экран, скрывать сопряжение стен. Все, линия исчезла. Линия исчезла. Это вот такой самый простой способ, но не всегда он помогает. Вот тут, например, исчезла линия, а вот здесь осталась. Теперь давайте посмотрим, в чем здесь проблема. Чаще всего проблема в том, что стены просто-напросто кривые. То есть вроде как бы прямо выглядит, но если начинать приближать, то видно, что стена нарисована криво. Вот тут вот видно, прям кривая идет. Как в этом случае поступить? В этом случае нужно переносить стены. Там буквально на пару миллиметров нам, в принципе, погода не изменит, а план у нас будет выглядеть более красиво. Значит, смотрите, я для начала стеночку вот так перенесу. Вот у меня пунктиром нарисована ось Y, я по ней прям переношу. Теперь опять беру заточку. У меня вот инструмент выбран на изменение размеров. И вот так переношу. Держу shift. Вот видите, насколько она криво была нарисована. Держу shift, чтобы ровно у меня шло. И навожу на уголок мышку. Щелкаю. Все готово. Вот теперь давайте посмотрим здесь. Видите, линия сопряжения исчезла. То же самое, например, вот здесь. Видите, тоже вот здесь. То есть тут опять же стеночка криво нарисована. Я опять берусь за точку. Сперва уведу в сторону, чтобы ровно она у меня прям строго горизонтально была нарисована. Теперь опять берусь, держу shift и вот навожу на уголок. Вот теперь тут стеночку нужно немножко подровнять. Так, еще смотрите. Я на вот этот угол увел, но базовая линия, ось стены, проходит по левой стороне. Поэтому лучше будет сделать так. Вот к левой стороне прицепить. Вот тут немножко криво все-таки стена идет. Сейчас я опять же уведу ее. Видите? Так, берусь сюда прям щелкаю. Все. Видите, он сам мне дорисовал. И все тут нормально у меня выглядит. Вот тут вот тоже кривовато. Вот у меня ось по левой стороне проходит. Поэтому я беру, просто вытягиваю до оси. Щелкаю. Все. Он тут дорисовал. Теперь вот эту. В общем, нужно... Вот видите, видно, насколько криво проходит. Все. Готово. Вот. И так далее. Вот так вот делаете. Вот здесь, например, тоже. Ось по этой стороне, а здесь вот по правой. Конечно, не очень хорошо. Надо было ось и с одной стороны. Но раз уж так вышло, мы сделаем так. Я удлиняю. И вот видите, насколько торчит. Держу shift и прицепляюсь вот к этой стороне. Так. А здесь мы немножко стеночку сократим. То, что мы на пару миллиметров короче или длиннее сделаем, в принципе, погоды нам не сделает. Но зато... Сейчас давайте мы вот с этой стороны выровняем тоже. Так. Увел. Теперь опять беру. Держу shift и вот навожу на этот уголок нижний. Все. Вот здесь хорошо. Ровно. И здесь у меня, видите, тоже ровно. Вот здесь, сразу скажу, я экспериментировал. Тут так и не получилось у меня состыковать нормально. Тут проще будет просто удалить стеночку. В принципе, у нее параметры такие же, как, например, у этой стены. Единственное, цвет немножко другой. Видите, внутри тут белое, а тут внутри такого цвета кирпич. Вот. Но это ничего. Это можно поменять в параметрах стены потом. Поэтому я просто удалил эту стеночку. Смотрите, чтобы такие же параметры у меня были, как у этой стены, беру вот инструмент воспринять параметры, щелкаю по стене. Все. Теперь рисую. Желательно рисовать от оси. В данном случае, смотрите, как определиться. Видите, тут жирная. У меня такая жирная галочка. А тут простая галочка. Вот где жирная, там оси проходят. Можно еще сделать вид, параметры вывода на экран, линии, привязки, стены, балок. И тогда вот видно, где проходит линия привязки. Вот она. Вот. И можно прямо отсюда начать рисовать. Вот досюда. Держу shift, щелкаю сюда. Вот. Видите, тут нарисовал. Все хорошо, все состыковалось. Теперь тут подрегулировать надо. Видите, тут небольшая щель. То есть просто-напросто у нас нарисован чертеж не очень аккуратно. Вроде как бы по размерам, но из-за того, что, видать, замеры делались вручную, уже на готовом каком-то объекте, соответственно, где-то там пару миллиметров не угадали. И в итоге вот при построении у нас получаются такие проблемы. В принципе, нам пара миллиметров погоды не делает, поэтому мы можем, конечно, себе позволить тут в данном случае стеночки чуть-чуть подвигать. Вот в данном случае вот тут у нас. Так, давайте сейчас отключим линии привязки. Все, видите, все хорошо. И вот таким вот образом проверяете все свои стены. Вот видите, тут, например, видно, что стена недоведенная. То есть просто берем и сюда раз стыкуем. Все, видите, хорошо. Тут наоборот. Если посмотреть, стена в стеночку зашла. Берем и перетаскиваем ее обратно. Вот сюда. Все, видите, нормально все. И таким вот образом регулируете, то есть корректируете ваши стеночки, если вдруг где-то у вас не стыкуются, они нормально. Надеюсь, теперь вам будет легче и проще исправлять линии стыковки стен. На этом данный урок закончен. Если вам он понравился, жмите поделиться с друзьями в социальных сетях. Спасибо.